Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре микроколебалка от фирмы Акара и называется она Tanta 30 30 это размер данной блесны, 2,8 она весит и расцветка в данном случае 9 На сайте очень большой выбор расцветок, более 10 превалируют темные тона с различными яркими вкраплениями Либо полблесны покрашены как-то ярко, либо как в данном случае очень классная такая окантовочка оранжевая идет Ну то есть расцветки очень интересные, нет совсем привычных ярких расцветок как для форельки, так как данная колебалочка для данной рыбы по сути не предназначается Так как идет такая серия Чап Тайм, то есть эта колебалка собственно и создана для ловли именно головля Обычно мы привыкли использовать форелевые приманки для ловли головля, но здесь я первый раз вижу, чтобы именно для головля была придумана эта колебалочка Конечно же форма в принципе узнаваемая, стандартная такая ромбовидная По сути есть такие и для форели, но суть в том, что здесь скорее всего именно использовались расцветки, которые вполне себе уважают головы Упаковка у данной приманки мне не особо, что по вкусу, тут картонное получается такое вложение и внутри идет пакетик самой блесны То есть когда ты ее уже извлек, как-то внутри самой этой упаковки хранить ее не особо удобно В принципе упаковочка так себе Итак, здесь есть информация на русском языке Это коллекция блесен, созданная для ловли белого хищника, головля, езя и жереха В коллекции собрана только хорошо проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя модели и расцветки Ну вот да, как я и сказал, что именно суть в расцветке Ну и что тут еще, всякие предостережения, опять вся та же информация по весу, длине и тому подобного Давайте рассмотрим-ка блесенку По покраске вроде бы все ничего Внутри есть пару сколов, которые скорее всего на производстве произошли так, как в самой упаковке повредиться она не могла Здесь такой плотный пакетик, наверное, каким-то образом пропустила Вот такая есть какой-то снаружи, опять-таки, клеевой момент Не знаю, либо это лак так неравномерно лег на саму приманку Либо это какое-то пятно от клея Ну то есть качество немного не дотягивает до цифры 5 Если можно посчитать 2-3 скола, какой-то клей Очень печально Вроде бы такая маленькая приманка, на которой тяжело сделать много дефектов Но здесь как-то производитель умудрился столько всего пропустить В принципе, я думаю, что это не систематически То есть, если заказать, например, еще и блесну, то, скорее всего, они будут вполне себе хорошего качества Итак, расцветка, как я сказал, уже очень интересная Темно-зеленый центр и яркие оранжевые бока Окантовочка, выглядит просто шикарно Я вот выбрал именно эту расцветку, так как подобных вариаций у меня не было Внутренняя часть полностью темно-зеленая Классно, что есть название, правда, не модельки, а название фирмы Но самое главное, что есть развесовка 2,8 грамм, это такая довольно-таки тяжелая колебалочка Можно использовать для береговой ловли, для дальнего заброса На небольших речушках можно подбрасывать под противоположный берег, под веточки Вполне себе будет неплохо лететь Ну, конечно же, если у вас соответствующие снасти Тоненькая ниточка, такая деликатная оснастка То 2,8 грамм Лесна будет улетать очень и очень далеко Оснащается одинарничком Есть бородка, одинарник вполне себе приемлемого качества Хорошая заточка, тоненькая проволока Если вы отпускаете рыбу, я думаю, она не будет сильно повреждать рыбью пасть Но особенно, если это касается головля Она у нее такая довольно-таки мясистая И вполне себе будет легко ее просекать Можно использовать как под поверхностных слоях воды Проводить на быстрой проводке с небольшими паузами Давать блесни осыпаться Также и в средних, и в придонных слоях Вполне она со своим весом будет легко их достигать Отлично подходит для облова перекаток Так как имеет такую ромбовидную форму Которая классно держит течение Поэтому блесна, это, так сказать, для всех условий И я думаю, прекрасно будет справляться с ловлей того же Главля, как нам обещают Можно использовать по жереху и ясь Но ясь в моем случае это какая-то сверхредкая рыба Которую я фактически ни в глаза не видел Пару раз в жизни всего ловил Интересное микроколебло Можно сказать, среднего качества И совсем недорогая, если сравнивать с форелевыми микроколебалочками Акара Танта 30 Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Пока